Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре четверг, а это означает, что в эфире информационный блог от Славянской Церкви от 27 дня здесь в городе Сакраменто. Мне очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу за еще одну прожитую неделю и очень надеюсь, что выходные будут тоже благословением для каждого из нас. В эту субботу у нас будет особенная атмосфера, потому что наш следопытский клуб отмечает свое десятилетие. Я в первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто на протяжении всех этих лет, этого отрезка времени посвящал свое время, старания и силы для того, чтобы заботиться и воспитывать наше подрастающее поколение. Мне также приятно наблюдать, как те, которые 10 лет тому назад только начинали посещать клуб следопытов, а сегодня они уже сами являются наставниками и сотрудниками этого клуба. Слава Богу за то, что у нас есть возможность трудиться для наших детей, для наших подростков, молодежи. Дай Бог, чтобы они были хорошим поколением, которое дальше верно будет нести знамя истины Христовой. Поэтому, пожалуйста, приглашаем вас не пропустить это служение, а также вы сможете поддержать работу этого клуба своими пожертвованиями. Слава Богу за все. Также хочу сказать, что в эту субботу после утреннего служения у нас будет небольшое членское собрание, в нашей церкви начались выборы, и нам нужно будет проголосовать за состав избирательного комитета. Поэтому, пожалуйста, будет очень хорошо, и для нас это очень важно, чтобы вы присутствовали на этом членском собрании. Также хочу напомнить, что у нас открыт фонд помощи украинской церкви в приобретении молитвенного дома. Этот фонд будет открыт эту и следующую субботу. И если Господь побуждает вас, будем очень благодарны за поддержку этой общины тут, на нашей территории. Хочу также сказать, что служение вечерей Господней в этом квартале будет 18 марта. Это связано с тем, что в последнюю субботу марта женский отдел будет проводить свою встречу в Леонимидус, поэтому мы чуть-чуть сместили вечерю Господню на одну неделю раньше. Спланируйте таким образом ваше время, чтобы мы могли вместе радоваться, принимая участие в этом служении. Это все из блока информации. Хочу также несколько слов сказать о молитвенном блоке. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козаренко. И несмотря на то, что это имя звучит уже так долго, мы и дальше будем верять ее жизнь, ее здоровье в руки Божьи и не перестанем. Поэтому поддерживайте ее в ваших молитвах. Прошу также молиться из-за нашего брата Богдана Сыпьюка. Вы тоже знаете, он не так давно попал в отомбильную аварию. И сейчас, скажем так, процесс восстановления. Нужно сделать еще операцию на колено. И я прошу, чтобы вы поддерживали, молились, чтобы вспоминали о том, чтобы Бог подарил ему полное восстановление после этой аварии. Также хочу сказать, что завтра будет ровно год с того момента, как началась война в Украине. Сколько горя за этот отрезок времени терпят люди, только можно себе представить. Поэтому я прошу, чтобы вы особенным образом молились за тех, кто потерял родных и близких на этой войне. Кто потерял или получил какое-то увечье. И это теперь тоже является большей проблемой для него. Я прошу, чтобы вы молились за тех, чьи дети в силу обстоятельств оказались на фронте и их жизнь также находится сегодня под большим риском. Я прошу, чтобы вы молились за каждого человека, кто каким-то образом может принять участие или повлиять на то, чтобы эта война прекратилась. Чтобы, в конце концов, русские войска ушли с этой территории и на Украине воцарился мир. Пожалуйста, молитесь, чтобы все было хорошо, чтобы эта война закончилась, потому что много горя, много беды и несчастья. Пожалуйста, я приглашаю вас в силу ваших возможностей провести завтра этот день в посте и в молитве, особенным образом за этот вопрос. Также прошу вас не переставать молиться за ту проблему, которая произошла в Турции, в Сирии. Это землетрясение, которое унесло тоже много жизней. Пожалуйста, молитесь, потому что там тоже люди нуждаются в поддержке. И пускай Бог будет близко особенным образом к ним, чтобы Он утешил и поддержал тех, кто нуждается в этом сегодня больше всего. Ну и в конце хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 25, 8 стих. И тут написано, «Господи, я люблю дом, в котором Ты обитаешь, место, где слава Твоя живет». Слава Богу за то, что у нас есть возможность сегодня собираться на богослужении. И дай Бог, чтобы мы пользовались этой возможностью, потому что кто знает, как долго будет еще такой мир и свобода на наших территориях, для того, чтобы мы могли с радостью собираться на место, посвященное Господу, где мы славим Его имя и где учимся из Его слова. Поэтому желаю вам Божьих благословений. До встречи в эту субботу тут у нас в Царьке или же в прямом эфире. Всего вам наилучшего, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин